17 июля 17 июля очередной день памяти убийства, зверского убийства врагами России, врагами русской традиционной государственности, убийства царской семьи царя Николая Александровича и его жены, его детей. 18 июля, этот вопрос, вопрос убийства уже обсуждается много-много лет, возбуждено уголовное дело, ведется расследование, находятся чьи-то останки, это мы все знаем, это все на слуху. 18 июля, сегодня никто уже не говорит о том, что убийство царя это, скажем так, законное и правильное событие нашей истории, но в то же время никто не говорит ту правду, которую необходимо сказать о том, кто убил государя, кто уничтожил нашу традиционную государственность, с какой целью и каким образом. Мы все забываем о том, что свергнув нашу историческую государственность, к власти пришли те силы, которые в христианстве, в православии, да и в общем-то в любой сакральности мы именуем сатанистами. Это люди, которые, это люди конкретные враги человечества, это античеловеческая идеология и вот убийство государя, убийство Николая Александровича, помазанника Божия, в принципе, сакральную личность, личность, которая воплощала отца русской нации, которая воплощала символ, наш общенациональный символ, который заключается именно в лице помазанника Божия, государя, императора. И вот убийство государя, императора, это сакральное действие, это было ритуальное событие, которое было оформлено ритуально с целью уничтожить не только личность государя, но и уничтожить, в общем-то, будущее, скажем так, закрыть будущее для русского народа, для русского государства. Естественно, сегодня, когда мы приходим к памятнику государю-императору, когда мы вспоминаем это зверское и антинациональное событие, мы хотим напомнить всем нашим гражданам, напомнить всем людям сегодняшнего времени, сегодняшнего дня, о том, что убийство государя, это не просто убийство гражданина Николая Романова, это убийство нашей русской национальной государственности. Потому что монархическая форма государственности, это, собственно, скажем так, это сакральная форма государственности, в ней именно сосредоточена суть нашего национального мифа, национального мифа русского народа. И сегодня мы должны это осознать, понять, сделать выводы и начать двигаться вперед с учетом этого события. То есть попытаться вернуть нашу национальную государственность, вернуться на рельсы нашей русской национальной традиции. С Богом, друзья! А на прощание я прочту стихотворение, посвященное трагическим событиям, трагической личности государя-императора Николая Александровича. И снова прошлое в душе, испепеляющей лавиной, И снова я перед картиной, исполненной в карандаше безвестным автором, В шрапнели, пыль пулеметов, град, гранат, И тут же царь в простой шинели благословляет в бой солдат. Идет он тихо вдоль траншеи, В руках животворящий меч и крест Георгия на шее. И хитро щурясь из-за плеч, Выглядывает лик змеиный. Измена, трусость и обман, И над скудеющей равниной Проносится аэроплан. А царь все так же тих, без меры, Все так же радостно суров, Как будто полон твердой веры В своих бунтующих сынов, Как будто шевелит устами И говорит, довольно спать, Я сам готов погибнуть с вами, Благословляя вашу рать. За нас, за царство паладины, Пока мечи остры, вперед! Картины прошлого, Картины, зовущие опять в поход. Царю Николая, молитесь усердно О прощении соборного греха нашего Неверности царствующему роду Романовых И о даровании нам царя, избранника Божия. Да воскреснет Русь святая, Воссияет всему миру солнце светлее. Святые царственные великому ученики, Молите Бога у нас! Благосветлую звездой Руси И явилась ей славная царица Александра Новая, Веру православную приявши И всем сердцем возлюбивши молитву Храмы Божии и святых Отец Творения. Святые царственные великому ученики, Молите Бога у нас! О наследники престола Алексей молился, Многожды его исцеляя, Приди вне старча Григория, Молися и ныне о чадях недужных, Его утробах материнских убиенных, Да помилует Господь народ русский, И спасет души наши, Святые царственные великому ученики, Молите Бога у нас! Дорогие друзья, соратники, братья и сестры, В этот трагический день, Самый трагический день русской истории, Мы собрались сегодня здесь, У памятника государю императору, Мученику Николаю. Мы знаем, что Вот это зверское злодеяние совершили Дети дьявола, Убили святую царскую семью, Этим они убивали и царя, и народ, И православную христианскую государственность, И русское прошлое, И русско-настоящее, И русское будущее. Пытались этим уничтожить. Но мы знаем, что Святая Русь жива во Христе, Она неуничтожима. С убийством царской семьи Началась апокалиптическая, Антихристианская эпоха. Открылась Открылась бездна ада, Удерживающий был взят от среды, Тайна беззакония Стала торжествовать Свою временную победу на этой земле. Мы знаем, что вместе с царем И царскими мучениками Также был убит И весь русский православный народ. Миллионы русских людей Были уничтожены только за то, Что они были православными христианами, Что они Были верны Богу И Святой Руси. Будем достойны Памяти царственных великомучеников И памяти всех мучеников русских И русских святых. И в эту апокалиптическую, Сатанинскую эпоху Будем продолжать Христианское делание На этой многогрешной земле. Будем исповедниками Истины Христовой Будем продолжать Дело Святой Руси Боинствовать с ложью, Со злом Собирать Истинных христиан На брань с сатаной И с детьми дьявола. Аминь. Царя, царицу, цесаревича, Царевин, помнишь, черный свет В квадрате хитрого Малевича Нас девяносто лет, как нет. Неотвратимой пеленою Кончина скорбная легла, Ночь растворяя кислотою Людские души и тела В низинах долгого отомщения Грехом пылит порочный путь. Какое без креста крещение Не можно Бога обмануть? Стрела правдивая калена, Жар птицы, чистое перо, Горит под царскую короной Святой купели серебро. Мечта, как солнечная фаза, Крестом пылает на краю. Смыть кровью древнюю проказу, Родиться заново в бою. Огнем Великого Завета Рассветно-северная ртуть, Как запредельная победа, Вошла в растерзанную грудь. Нас нет, но мы должны родиться В зените царского креста, Грядущей Родины, Зарницы, Огонь воскресшего креста. Отрясаю с подошв Сопли лживых сердец, Да звенит святорусская сталь, Падший мир — это сеть, Победившим венец, Меч зари прячет сонная даль. Вдоль по лезвию времени Натиск судьбы, Привкус соли на талых губах, Над землей этажи, Под землею гробы, Жизнь и смерть на небесных весах. Ухожу на восток, Крест вонзая в огонь, Оставляю как тело печаль, Струны мира сего, О мой ветер, не тронь, Да звенит святорусская сталь. Ритуально убитым Чего нам бояться? Двум смертям Не бывать на пути Мы однажды сумеем Воскреснуть, подняться Из земли своей нечисть Смести. Хоронили ветра нас До срока, до вздоха Бырос город на наших костях Синим пламенем смерти Пылает эпоха У великого горя В гостях. Но в самом эпицентре Невиданной смуты Вопреки Всем стараниям зла Мы однажды воскреснем, Срывая все путы Наши души Вернутся в тела Ритуально убитым Чего нам бояться? Нас миллионы, Потерян нам счет. Мы сумеем воскреснуть Из праха подняться Потому что мы русский Народ! Спасибо, Господи! Любовь! Спасибо, Христос! Дорогие братья и сестры, Будем трезвиться И воинствовать в духе и силе Не падать духу Надо понимать, что Сатану и его полчища Человеческими силами Победить невозможно Надо привлекать всесильную Животворящую благодать Божию, Которая только и может Испепелить и поразить Эти силы ада Которые сейчас на земле Достраивают свое Цифровое, каббалистическое, Электронное, оккультное Царство дьявола Это уничтожить Дела дьявола Может разрушить только Бог Истинные христиане Всегда побеждали Вот этой божественной Всесокрушающей силой Которой не может Никакая тварь противостоять Поэтому будем Стремиться к истинному Православию, которое Слово и дело Которое в духе и силе Православие Ильи Пророка Преподобного Сергия Николая Чудотворца Патриарха Ермогена Иринарха Затворника Русских новомучеников И всех бесчисленных святых Торжествующих на небесах Во имя Отца и Сына И Святаго Духа Аминь Христос воскресе По истину воскресе Христос воскресе По истину воскресе Христос воскресе По истину воскресе Слава Пресвятой Троице И Святой Руси Аминь С Богом Спасибо Ну надо сказать, что Являюсь представителем Русского имперского движения Надо сказать, что Конечно, это Для всех нас, монархистов И русских людей Очень Действительно, вот как Группа Моя Дерзкая Правда Называла одну из своих песен Страшная дата И вот действительно 17 июля А если брать по православному календарю То 4 июля Действительно страшная дата Для всякого Русского по духу Человека И Заключающаяся еще и в том, что Каждый православный человек Понимает, что Жертва государя От мученика Заключалась еще и в том, что При течении Миропомазания на царство Он становится равновелик Всему народу Или народам Что именно в нашем Случае Российской империи Когда мы русские Объединяли 166 народностей И Как говорил Топтинский старец Анатолий Потапов В 1916 году Что если будет радоваться царь Будет радоваться и Россия И как человек с отрезанной головой Будет трупом смердящим Так и Россия без царя Станет трупом смердящим И разложится Если посмотреть на эти Уже более 100 лет В этом году 102 года Со дня этой страшной даты То мы Конечно наблюдаем Этот процесс разложения Русского самосознания Не были извлечены Вовремя уроки Из советской либерального 75-летнего анабиоза И таким образом Мы попали Вот в этот почти 30-летний Анабиоз Который стал продолжением 75-летнего И мало того Еще и Охарактеризован он Реанимацией От советского сознания Поэтому Нам необходимо Знать свое Русское национальное Самосознание От монархическое От самосознания И изучать советское Для того, чтобы Как раз умело И осознанием дела Бороться против Псевдорелигии коммунизма А это действительно Псевдорелигия И мало того Имеющая все шесть От основных характеристик Антисистемы По Льву Гамилеву То есть системы С негативным Мироощущением Это Характерно Первой разрешенности Лжи Когда Ленин Говорил Что Мы построим Якобы для всех Коммунизм А в итоге На самом деле Построили для 10% За счет 90% То есть Вот эта самая Номенклатура Которая Как бы стала Постсоветской олигархией Она и представляет Из себя Эти 10% Далее Берем Взаимослучаемость Основных положений Идей Начинали с Интернационального Коммунизма Потом Начиная со Сталина Сделали ставку На элементы На паразитирование На элементах Русского патриотизма И так до сих пор И выезжают Сейчас Причем Даже в этой Реанимации Совдепии Ее сознание Они также Паразитируют На элементах Русского патриотизма И к сожалению Советские люди И постсоветские Уже Не могут различить Где там русская Где там советская А для них Оно равно Для нас Мы понимаем Четко Их разницу И должны Ее понимать Должны ее изучать Значит Третий признак Антисистемы Это Соответственно Сокращение жизни Этнос Ну это я уже говорил Что По подсчетам Курганова Профессора За Семнадцатого По пятьдесят девятого За сорок два года Коммунно-большевицкой Власти Было уничтожено От красного террора Сто десять миллионов От русских И коренных народов В России То есть шестьдесят шесть миллионов От красного террора Внутреннего И сорок четыре миллиона Советско-германская Война унесла Кстати Несколько лет назад Госдума признала Сорок два миллиона Ну осталось еще вот два Признать И тогда это будет Соответствовать Реальности Вот А потом мы не знаем Сколько Значит Погибло С пятьдесят Верно с сорок девятого По Девяносто первого А Что называется После Сталина Весь этот гулаг продолжился Только под другим названием Да То есть это была колония уже А не лагерь Но все равно Значит русских людей Ссылали Сажали И причем по уголовным статьям Для того чтобы потом Что называется На них было Отношение Откнимо было отношение Как якобы Людям Которым И прислушиваться Не надо Вот Всероссийский Социал-христианский Союз Освобождения народа Огурцова-Бородина Леонида Значит Который в шестьдесят Четвертом году Был основан И уже в шестьдесят седьмом По доносу Значит Были Отсвачены Все То есть как раз Отвакурат Пятидесятилетию Коммунного большевизма Да Были захвачены Все основные дети Вот И причем Огурцов получил Двадцать лет Полных То есть там Это семь лет и тринадцать Там Лагерь и тюрьма То есть вот считайте Да Он вышел только В восемьдесят седьмом году При Горбаче То есть уже при перекройке Вот Хотя Значит Западников Либералов Антикоммунистов Сажали На гораздо меньшие сроки Обменивали их На всяких Интернациональную Шпану Латиноамериканскую Как скажем Буковского Да А вот Русские Антикоммунисты Сидели Все И собственно говоря Это Андропов и Кельштейн Да Он так и говорил Что Значит Всех Западников Мы возьмем За одну ночь А самые главные Наши враги Это Русисты Нас Называл Наших Идейных Предшествий Вот Поэтому Эти две силы Как писал Иван Солоневич Они До сих пор Стоят Друг перед другом Другое дело Что Значит Одна сила Как раз Наших Супростатов Организованно Обладает Всеми Финансовыми Возможностями И еще и Поддержкой Своих Деньгодателей А мы Как Русская Национальная Сила Да К сожалению Разрознены Плохо организованы Плохо обучены Образованы Да Зачастую Мало знаем Своё самосознание И Конечно А И пеняем На Как раз От своих Супростатов Что Мол Они одолевают Ну конечно Они одолевают Потому что Прежде всего Мы слабые Мы То есть Нужно Нужно начинать Каждому С себя Тогда вопрос Будет Что называется Более Ясен Дальше Четвертый признак Это Перемена Знака Антисистемы То есть Когда Там Ленин И Бронштейн Они На разрушении Всего добивались Да А Джугашвили Сталин Как бы Пришел И Натянул Как бы Тогу Великодержавности Но при этом Антисистема То есть Ненависть К исторической России Так К святой Руси Оставалась И Фактически Это была Как бы Подмена Поэтому Сейчас все Советские патриоты Называют это все Империей На самом деле Это антиимперия И псевдоимперия Потому что Настоящая империя Это прежде всего Имеет Четыре Признака Ну Какие Это отдельный разговор Но По ним Советский Союз Антирусское И антиправославное Государство Не имеет Никаких Вообще Признаков Империи Пятый признак Это Соответственно Признак Того Что Антисистема Может Как бы Отсворачиваться То есть Отсхлопываться И вот В 1991 году Мы это В общем-то Наблюдали Когда Отверхушечный Переворот Август 1991 года Произошло Как раз Вот это Схлопывание То есть Как бы Антисистема Это сделало вид Что ее не существует Но Как только Они Поменяли Флаги Цвета И Идеи Личины Они продолжили Всю свою Антисистему Она потихоньку Начала Опять разворачиваться И вот Мы видим Сейчас Что Как бы Она как раз Открывает Свою Такое Забрало Все больше И больше В плане Советизации То есть Как бы Обратного Отката Поэтому Конечно Нам нужно Четко Представлять Себе Всю опасность Но и Прежде всего Конечно Нам нужно Понять Духовный Подвиг Государя Потому что Это вот Сегодня Именно Та самая Дата У нас Многие Не понимают До сих пор Да И собственно Говоря Вся эта Советская Историография Которая Была Залито В умы В сердца Она до сих пор Работает До сих пор Значит Там кто-то Называет И сударь Мученика Это и кровавым Кто-то слабым Причем Это кто-то Называет И слабым И кровавым То есть Не понимая Даже Что как В одном человеке Может заключаться Там Звериность И слабость Да Совершенно Непонятно Но К сожалению Как все советские мифы Построены они Не на разуме А на Чувстве Соответственно Это Что называется Не поддается Разумному объяснению Да И анализу То есть Люди Которые так говорят Даже Не могут проанализировать То что они говорят Это не их мнение Это как бы Внешне навязанное им мнение Вот Поэтому Прежде всего Конечно Нужно Добиваться Индивидуального разговора Да Такой личной беседы В которой Можно человека Как бы Пытаться Поставить Именно лицом Перед реальным обликом Государя Потому что Очень многие Я это делаю Кстати говоря Сам Когда ты начинаешь Объяснять Что А тебе говорят Ну вот они там Значит Слабые Я говорю А слабый человек Мог себя Свою семью Свою жену Добровольно Отдать Значит Ради От искупления На Соответственно Возрождение Будущей Святой Руси Человек Сразу становится В ступор Он не понимает Как Можно Свою жену Своих детей Добровольно Отдать На смерть Ради Какого-то Возрождения А государь Именно это Сделал Именно в этом Его духовный подвиг И вот пока Мы этого не осознаем И не поймем Эта дата страшная Будет давлять Над нами Сегодня У нас памятный день Это День памяти Венценосных Царственных Великомучеников Селье Танинское Которое Ежегодно Здесь проводится Вот Меня зовут Сергей Рассказов Поэт Русский поэт Земли Тульской Вот И Я очень рад То что Поэзией Которой я занимаюсь Связана Именно Сарской Россией Сарской семьей Святой Руссией И С нашим Великим Отечеством И мне хотелось бы Кратко Прочитать Вот Этот Памятный И важный Для всех Русских людей День Несколько Несколько Стихов Своих Психоз По лжеостанкам Убитой На глухой Стране Так Это ж Фелик Сапоганки Втирает Ложь Тебе И мне Такое Чувство Бесовщина Никак Не вырвется В астрал Пытаясь Скрыть Первопричину Шестиугольный Ритуал Поруганья Темных сил От тех Лжецов Слепцов Без веры Кто О прощении Забыл Чистый русизм Без примеси Смел Сгинь же Позор И критика Гнусь Инородных Тел Сцеплен Русизм По-белому Только Ускорь Разбех Битва С мечом И стрелами Русской Судьбы Успех Русича Роль Конкретная Сердце Любовь Горит Юность Руси Рассветная Чистый русизм Хранит Лишь небо Лишь небо Спасает И блестницу Руки дает Лишь правда Позор Проклинает Трезвит Удоражит Зовет Ничто Свет любви Не заменит Свободу От ложной Красы Пока Пьется В северных Венах Реакция Русской Грозы А счастье Какое Здесь счастье Одна Маскировка Винтаж Все быстро Привыкли К безвласти Пошли В сатанинский Кураж Ступай же Как князь Благоверный Как Беликомученик Царь Лишь к небу Через Сети И терны Небесно Волшебный Алтарь Лишь в небе В отечестве Смелых Воскреснет Твоя Чистота Где Чествую Войны Белых Россия Иисуса Христа Бог сказал Даст России Известный срок Около 15 лет На покаяние Если Покаяния У русского народа Не будет То гнев Божий Прольется Еще больших Размеров С какого момента Мы Можем Ориентироваться На времена На даты Покаяния Первый призыв Патриарха Московской Всеруси Алексия Второго По покаянию В грехе Царя убийства Клятвы преступления И пролитие Братоубийственной Крови Был 1993 Году Второй Призыв Патриарха Алексия Второго Был 1998 Прибавляйте 15 лет И будут Известны Времена И почему Уже сегодня Многие Удивляются Что Должны Исполниться Пророчества Поконские узлы Крови Должно пролиться И так далее Потому что У нас есть молитвенники Наши православные Старцы Которые На алтарь Мира Во всем мире Добра и любви Положили Свои жизни Ушли в затворы Их вы никогда Не увидите По телевизору Настоящих Истинных Православных Старцев Они молятся За Святую Русь Они молятся За всех И вот Ввиду того Что случилась Диверсия По коронавирусу Старцы Старец Нектарий Благословил Читать Вот эту молитву О задержании Времени Во царении Антихриста И о прибавлении Святой Благодатной Любви Сердца Людей Было сказано Сто тысяч Человек Прочтет Эту молитву Начнет Изменяться Ситуация Два миллиона Прочтет Упразднится Вопрос Коронавируса Пять миллионов Прочтет Бог Продлит Время На покаяние Итак Первая молитва Пресвятая Иисуса Христа Всевышнего Нашего Спасителя Аминь Довольется Христа Всевышнего Нашего Спасителя Аминь Некоторые Многоумные Православные Христиане Обвинили Батюшку В том Что это И коммунистическая Молитва О всех Религиях И всех Народах И коммунисты Как известно Объединяются Вне Христа И коммунисты Объединяются В Антихристе Здесь четко сказано Да объединится Все человечество В едином Истинном Спасителе Нашем Иисусе Христе И сегодня Когда на Русь Пришла беда Коронавирус Мы видим В этом промысел Божий Разрозненный Обезумевший В мороке Находящийся народ В мороке По проклятиям Родов Потому что Не все Раскаялись В грехах Клятва преступления Братоубийственной крови И Отвержение Царя Помазанника Божьего Поэтому народ Находится в мороке И как известно Когда Бог Хочет наказать Человека Или народ Отнимает Разум И дает Бог Адство Сегодня люди Бегают за богатством В поисках денег В поисках выгоды Теплых Удобных мест И только единицы Как мы видим Стремятся К очищению Совести Пробуждению Сознания За Бога Царя И Отечества И сегодня На память приходит Подвиг нашего Русского народа 1945 года Когда одержали победу Над фашизмом Тогда известно Что по благословению Митрополита Гор Ливанских Ильи Иосиф 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 Сталин Открыл Храмы Был облет С иконой Вдоль линии фронта И с этого момента Пошел перелом В ходе Великой Отечественной войны Так и сегодня Когда в гибридной войне Враг применяет Бактериологическое оружие Ковид-19 Старцы благословили Объехать вокруг Москвы Крестным ходом По большому кругу Начиная вот с этого Святого места Далее курс На Воронеж Дивеево Кострома Псков И Воронеж Закольцевать С этими молитвами Мы сегодня Стартуем С этого святого места И просим всех Поддержать наш Крестный ход Старцы сказали Молитесь За главу Государства Российского Владимира Путина Молитесь За Патриарха Кирилла Гундяева Потому что Они так же Как и весь народ Без покаяния Находятся в мороке И им намного тяжелее Потому что Вокруг их Ситуация такая же Как была Сто лет назад При царе батюшке Всюду измена Трусость И предательство Об этом надо помнить Это надо не забывать Как царь батюшка Записал в своем дневнике Когда его генералы Предавали Сегодня вокруг В окружении Владимира Владимировича Путина И патриарха Московской Веселия Руси Кирилла Героев Мы не наблюдаем Поэтому Чтобы выйти из морока Надо понять Промысел Божий В этой эпидемии И известно уже Сегодня Есть информация Что 20 сентября Коронавирус Вот эта бактерия Вот эта букашка Незримый враг Запланировал вторую атаку Не мировое правительство Не масоны А именно коронавирус Уже все Он по плану Будет у нас Орудовать Поэтому Сегодня даже Ребенок понимает Что происходит Как пытается Обмануть народ Для того Чтобы чипировать И еще В жидовской традиции В жидовской традиции Не в еврейской В жидовской Жиды Это живые инструменты дьявола Откровение Иоанна Богослова Вторая глава Девятый стих Называют себя Иудеями А сами не таковы Суть сборища Сатанинская Так вот В жидовской традиции Читать Писание И ждать Когда исполнится То что там написано В русской традиции Мы Чадо Божие Имеем Власть и право Умолить Бога Отца Изменить Пророчество Любое Возьмите пример От Ниневея Пришел Пророк Иоанн Возвестило покаяние Ниневея Покаялась И Пророчество Не сбылось Пророчество Божие Так же и здесь Читаем в Откровении Иоанна Богослова 14 глава По конские узды Прольется кровь Но вот в этой молитве Сказано Старцы просят Бога Отца Вседержителя Пресвятую Троицу Матушку Богородицу Всех святых Старцы просят Господи Измени пророчество Продли нам время На покаяние Чтобы крови было Не по конские узды А всего лишь По копытце Мы веруем Велика милость Божия Ибо Каждый из нас Кто имеет ребенка Когда ребенок просит хлеба Дает ему хлеба А не камень И когда просит яйцо Дает ему Пищу А не змею Не скорпиона Так и сегодня Если мы Чадо Божие Миротворцы С сынами Божьими Нарекутся Сказано В заповедях блаженства Так вот Будьте миротворцами Творите мир Не анафематствуйте Несите миру любовь Чтобы люди Глядя на вас На православных Подходили и спрашивали А вы кто такие? Почему вы такие счастливые? Потому что мы Православные христиане Мы несем мир Свет И любовь Всему миру В этом наш крест Как царь батюшка сказал Зло которое в мире Будет умножаться Но не зло победит зло А любовь Поэтому Внемлите словам Царя Искупителя Николая II И если здесь Собираются Почитатели Царской семьи И монархисты Понимаете правильно И праведно Каждое слово Святого Писания Каждое слово Царя батюшки Известные цитаты Они известны Если царь батюшка Пошел в жертву за Русь Мы Должны быть готовы Пойти в жертву за Русь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова